здоров всем добро пожаловать на обзор на карту beatrix case rl fix длинное непонятное название варкапа номер 221 и собственно начнем появляемся мы небольшой комнатке которую beatrix исходя из названия как мы все можем понять любезно для вас дело светил этой лампочки и дает на старте ракету и battle suite которые постоянно появляются и которые постоянно мешают своими звуками если кто-то играет со звуками если вы играете в онлайне еще с 50 людьми в общем-то тайм-ресета благо тут нету beatrix не самый опытный маппер но он отлично развивается и вот эта карта это хороший показатель того что он умеет геймплей но естественно косяки некоторые есть ничего страшного мы про них ему уже говорили будем надеяться что он еще будет радовать нас другими картами давайте в общем то посмотрим это у нас все ее могут знать еще как стрейф версию и beatrix любезно сделал нам rocket версию для того чтобы поставить его на варкап такие вот пещерки все вот так прикольно сделано с рандом нет не с рандомным наклоном закопи-пастил но ничего страшно смотрится очень классно очень реалистично прям вот как прям по мапперски прям вот как нужно все прямо как не знаю как помог вот это непонятно зачем может быть он хотел кстати тут кого-то роу да туда сделать но он период рая пойду сюда не буду ничего делать видим здесь начинаются очень широкая местность никуда куда-то там наверх забраться нельзя потому что везде клипы поэтому срезать нельзя в этом собственно заключается фикс а в обычной версии здесь можно было по моему здесь либо здесь забраться наверх лампочки у нас слабому не задеваются то есть их с ними нельзя никак взаимодействовать далее у нас в стрейф версии здесь был стол который мешался в стрейфе но и в нем было изюминка чтобы его не зацепить и получить максимальное количество скорости но в rocket версии beatrix решил убрать за что ему большое спасибо потому что здесь он был бы абсолютно не он бы всю карту просто ломал такие вот небольшие у нас переходе кидать здесь ничего у нас дырка кстати тоже с клипом и куда у нас не пустят мы можем идти только по преднамечен по намеченному пути здесь у нас рампа и джампады на стрейфе в принципе почти в любом случае эффективно использовать джампады но в цпм на этой карте естественно рампа будет наиболее эффективным способом просто подлетаете и потом об эту стеночку отталкивает стены наклонные таки остались наклонными здесь уж ничего не сделаешь здесь везде можно упасть и телепортируют на свете до куда это конечно не дело немножко ничего страшного мы быстренько доберемся далее у нас такой поворотик вот такая трещина которая иногда мешает но в целом на карте почти ничего не решается тут единственная структура сама по себе не очень удобно поэтому может стать не весьма круто как бы бывает играть вот из-за этих всяких дыр которые не заклиплены то есть где-то заклиплено где-то нет если клипить покрепить полностью лично мое мнение то есть если ты избавляешь от игрока допустим вот здесь сюда ты не можешь туда упасть и роки роки там промахнуться ты ты обязательно попадешь там в япон клип сделай вот а везде по крайней мере в рокет версию типа если делаешь клипа дела клипа везде они выборочно здесь вот особенно здесь тоже дырки вот эти все это нужно по идее замазывать если ты как бы что-то замазывал уже но это на мой взгляд и вот небольшие повороты здесь тоже по ему можно везде упасть они ну вот-вот клип пожалуйста то здесь он заклипил а там не заклипил в чем разница этих дырок от тех типа клипишь клип все не клипишь не клип ничего это лично мое мнение если кто-то согласен ставьте лайк подписывайтесь это все вы можете дизлайк поставить будете не как все под нескольким паником прибегаем и тут такой я бы сказал даже это может быть намеком на какую-то следующую карту да про на какое-то продолжение потому что так такие ворота большие все классно сделано и зеленая травка у нас появляется и дальше в целом стиль очень похож на спринга прямо без зазрения совести могу сказать что это очень похоже на спринга ну и собственно битрид большой молодец такая вот карта вроде я попробую тихонечко пробежаться чуть быстрее роутов тут как как правило как бы нету здесь у нас есть просто вариации там одной дорожки потому что никуда лишнего нас маппер не отправит вот поле и сожалению за здесь тоже вот этот клип кстати он немножко кривой то здесь он обрезан криво здесь и можно не долетая до самого пада врезаться в клепат видите это тоже очень мешало то есть вот такие вот моменты такие вот мелочевка вся она вас вам мешает а сама карта очень даже классно сделана битрид большой молодец еще раз говорю вот это место тоже интересное тут нужно было хорошо отстрелиться чтобы сразу туда залететь вот дырка тоже да ну типа ну клипишь клип все либо сделай тогда там ну типа понятно что вот допустим вот эту широкую дырку клипить ну глупо да это смотрится нелепо если ты ее клипишь но если ты ее не клипишь а просто добавляешь еще одну лесенку и потом все это клипишь вот эти вот щели даже хотя бы просто вот не полностью прямо не от края до края чуть ниже примерно чтобы можно было зацепиться но я зацепиться это еще хуже вариант чем упасть на самом так что но не за и за пишите пишите свои мнения по поводу этой карты обязательно в комментарии к out карта достаточно интересно очень динамичная чтобы кутри что в цпм ну и давайте вроде бы все рассказал про косяки какие-то именно текстуринга я говорить не буду это я думаю никак не относится к обзору и давайте посмотрим так начнем с по традиции ссылку 3 лунтик четвертое место у нас 4 дымки силу кутри было 149 и 5 давай лунтик удивляй властвуй унижать кстати говоря хорошие новости для тех кто сейчас смотрит у нас возможно будут будет реализована возможность поставить ставить точнее прямо в таблице где демки где результаты ставить там значок импрессив ну мы уже определились так скажем да кстати хорошим хорошая траектория к слову лунтика сейчас некоторые ракеты молоко но это не так важно в целом траекторию очень хорошо сохранял лишних ракет не кидает использует только там где это необходимо хотя вот здесь мог бы там ржи допустим на поделать но если он не уверен пусть не делал вот вот опять просто человек упал но заклеить заклип зачем эти дырки в общем у нас будет появится возможность у нас это у админов сайта dfcoms.ru проставлять в результатах импрессив у демок которые будут заслуживать приз за оригинальность поэтому ребят старайтесь придумывайте если вы них и вам карта не нравится можете просто как-то пройти интересно даже если тайм плохой потому что приз оригинальность мы ставим не только топ один тайм ну в основном с трейфом да мы видим что лунтик основном с трейфом прошел не в некоторых местах использовал ракету но не столь эффективно поэтому старайтесь ребят будем ставить вам импрессив вот дырочка но это дырочка ладно это геймплейная дырочка здесь я ничего не скажу просто beatrix я к чему говорю то beatrix очень видимо не очень относятся к критике и я понимаю его вполне потому что в маппинге когда только начинаешь тебя в любом случае обсирает тебя в любом случае у тебя ничего не получается и тогда ну хорошая хорошая демка жаль последний конечно онлайн хотя возможно уже не последний youtube на 9 секунд всего перевел нужно воспринимать в маппинге именно как толчок к совершенствованию сказали вот вот дырочки вот надо закрепить типа возьми следующей карте если тебя будут такие штуки возьми заклип все и такого просто больше не будет и вот так вот шаг за шагом потом будешь маппить на дуэль дуэльный каптит карту возьмут машина вы классно уже без минусов без сяги все будешь учитывать дадим он вот youtube отличие от лутика использовал побольше ракет правду тут тоже точно так же упал ну и в целом ракеты как будто бы поэффективнее уюту свои демки я не знаю покажу или нет я пока еще думаю на самом деле потому что у меня же их нету я забыл совсем отправить с этим дуэльным капом там мы с головой просто не ушли и совсем про них забыл у меня выкутрить минуту по моему спам вам что-то тоже нормально там 37 секунд что не знаю если москаль скажет показать я покажу 1 москаль скажешь потом там ракет побольше использовал эффективность примерно такая же конечно как у лунтика но тем не менее перебил на 9 секунд некоторые изъяны из-за больших ракет исключил и все хорошо хулиган на 30 секунд перебивают остальных своих оппонентов оставляя далеко позади воу 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 неплохо вот вот уже хулиган приблизился к призу за оригинальность воу воу очень классно очень классно использует структуру карты для в кутре очень круто да ну не мудрено конечно что такой отрыв большой спас себя от падения да очень круто хулиган прям молодец да посмотрите как шпарит но есть над это место до было конечно а вот у меня вода минута 00 у меня минута 006 неплохо неплохо да очень хорошо прошел жаль без логина тайм очень классный и рекрут первое место занимает минута 08 на 4 секунды всего хулигана обогнал так что не факт что рекрут конечно старался но играет он на конфиге зерга поэтому будем считать что старался сисоки будем горишь и выжил из карты ракеты также очень хорошие очень хорошо отработаны именно амплитуда движения использовал не джемпад а рампу так тоже можно если 2x сделаешь но если у тебя там скорости больше чем 1000 то это уже будет затруднительно таймить такой 2x чтобы стабильненько да поэтому тут тоже отлично все хорошо срезал немножко потрясывая того конечно видимо плюс хороший несет волнуется молодой человек ничего страшного это бывает бывает да хорошо ну давайте я свою покажу все таки когда для полноты картины потому что некогда не как-то робот не тот немножко что ли использовали запускал здесь 2x здесь скимил и узал вот эту вот наклонную надо конечно из минуты выходить но из-за дуэльного капа еще раз говорю это не особо получилось точнее не то что не особо получилось а просто как-то вот на тут я еще видите как зафейлил частично тут тоже зафейлил поешь не помню как давно это было здесь вот хорошо конечно залетел здесь тоже зафейлил то есть вот фейлов у меня на секунды 3 наверно 57 где-то точно надо и конце мне немножко повезло перебил себе на секунду так приходится пм минуту 05 деку ну блин деку надо ставить тайм цпм быстрее чем игроки его кудре это правило золотое правило тем не менее ракеты достаточно хорошие здесь ничего не заюзывал очень жаль мог бы очень очень много потерял скорости и из-за этого мне кажется он в основном из минуты не смог выйти играл у нас две минуты интересно и прыжок зафейлил деку это не дело если давай давай договоримся братан просто берешь проходишь медленно но чисто и отправляешь они вот это вот этот тест тест идет на беременность и минуту 0 3 депута на 2 секунды перебивает начало неплохое лишних ракет не использует 1337 скорость то чтобы лишних ракет не используется используют именно там где надо там где он уверен это тоже абсолютно правильно потому что смотреть на каких-то про игроков как они типа спамят всюду и везде и пытаться это повторить это не самый лучший вариант потому что у них естественно контроля больше и точнее у них все все такое но да тихонечко просто не торопится тихонечко все проходит вот вот эту демку даже пусть она медленная пусть она не очень быстро и ракет там тебя немного но ее приятно как минимум смотреть и ты понимаешь что человек старался что человек 7 минут сервер тайм у человека что он играл на 5 минут больше чем ты понимаешь деку вот вот ощути разницу две секунды разница а как насколько приятнее смотреть у youtube демку а вот и ну посмотри лунтик вообще перебил на 4 секунды youtube давай посмотрим ты я нажимаю наверху написано будь и отличные ракеты точно так же как в кутре я думаю он лишнего не юзал лишнего не стрелял я вот тут много скорости на самом деле набрал и врезался ну ничего сойдет нормально нормально здесь благо не упал использовал джемпад на рампе видимо себя не очень комфортно чувствую но амплитуда выстрелов хорошие как бы по игре тут сказать нечего поворачивают тоже хорошо по повороты нормальные то есть лишнего не сбрасывает не дергается амплитуда еще точится это и вообще не проблема так пятьдесят восемь и шесть евгем старт уже получше на старте использовал две ракеты и точно также просто вот можно сравнить систему прохождения почти любой карты вот такой примерно на ковну линейной где постепенно скорость набирается и все такое можно сравнить с сити рокетом в кутре потому что ну и цпм собственно главная задача терять на поворотах минимальное количество скорости и от этого строится рекорд так и тут и почти в любой карте также то есть ваша задача как новичков как среднего скилла как и моя допустим если я что-то играю моя задача и ну и ваша как я сказал просто набирать скорость и удерживать ее положительное максимальное количество времени а то и от старта до конца так и строятся рекорды прошел очень классно вообще нигде не запнулся я думаю что нужно немного над контролем прямо поработать то есть какие-то поворотные карты может с ракетами поиграть чтобы больше четкость была у лунтика на в принципе уже есть это четкость вот у евгена не хватает он прошел почище но все равно у него не очень это так 57 и 9 дукачу на 2 секунды перебивает евгена как бы возвратной амплитуды у евгена нету это имел вид то есть он он поворачивается отстреливается все хорошо но потом ему очень тяжело возвращать взгляд я проблема многих но некоторые более ярко выражен пока что неплохо единственное вот как-то немножко растеряно что ли эти ракеты кидает да как-то прям ну да немножко растерянно но я думаю что он просто редко играет это мое мнение то что я увидел просто редко играет и как бы у него на одном уровне так все держится держится может может и так римыч 51 5 римыч реально сорян пропустил твой демку в прошлый раз не знаю что на меня нашло я записывал третий обзор подряд пожалуйста прости вау 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 поехал 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 вот вот он вот роуд победителя просто под себяшки и все зачем зачем кому эти стены нужны ссаны вообще во 2x в рампу вот еще уааа римыч просто вот пока что римыч заслуживает импрессив просто приз за оригинальность и все просто вот просто просто красава просто вальяжно спокойненько ничего его не беспокоит смотрите грит у меня полный контроль на карте я контролирую все абсолютно хотя и выглядит как немного шуточная демо но тем не менее как бы стиль исполнения очень даже радует тем более что он именно прошел так и все у него получилось это очень классно нюк 49 и 3 на 2 секундочки по 2 секунды у нас идут отрывы так что нам покажет нюк тоже под себяшки как-то странно да его на рандомило два раза в перекладину ударился но конечно он скажет что не наряд не на рандомил у меня всегда так выходит но с другой стороны я то знаю как это работает так очень пока все быстро без лишних ракет наперед но и теряет мало ну вот кстати говоря у римыча тоже вот эта амплитуда возврата она тоже страдает а у нюка вроде бы она как-то получше то есть он можно понаблюдать то есть некоторые моменты он очень часто вообще он он не жмет кнопку при отстреле ракеты в целом хорошие не жмет кнопку при отстреле это ему помогает потом возвращаться взглядами не терять скорости ну и красава красава шо скажешь 3 сек 3 тайма у нас по 47 секунд 47 8 хухала вест майнкрафт сервер это бан я считаю вот хухала сразу видно next level на более все четко выдержанный роут знает тут прекрасно что ему дальше делать куда его дальше заведет дорога да быть обычный но не обычный кого стабильный роут ракеты тоже хорошие я ха 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 говорит нам хухала ну хорошо хорошо прошел 47 7 пиш на соточку ой 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 поаккуратнее на поворотах молодой человек тише 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 какие все быстрые после тех ребят это как-то прямо ну очень слишком быстро выглядит все тут и кипишка хорошо единственная ракета урана стрельнул в рампу там она не дала скорости верхняя здесь каким-то образом залетел и пишите не верят и выйди и пройди нормально 128 минут между прочим сервер тайм и видно что человек старался человек с душой прошел эту карту да не все получилось но он старался он хотел показать результат ему хочется показывать результат что он покажет французский дефрагер скорость на старте конечно поменьше но подсебяшки более хорошо реализованы движение такие тоже более утонченные что ли как правильно так сказать вот и root именно кипиша да может быть так многие делали просто я по-другому это вполне тоже стабильный вариант и у шарлона это получилось и зачем вот тут вилял тоже до 47 да они хорошие хорошие ракеты им придут также хорошие и это кстати говоря было третье место поздравляю тебя шарлон с третьим местом я понимаю что из франции ни слова не понимаешь но старайся лучше все равно 47 секунд от второго третья второго первое место ну серьезно ли братан давай и стрессе лучше пусть 40 и 6 пусть сифер плюс 400 а это оффлайн я думаю отлично 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 все все очень быстро происходит у куза все четко вот и роут подъехал ну практически ага ну то есть вот суть вот в этой демке хорошо прослеживается он набрал на старте 2000 и его задача была придерживаться грубо говоря этих двух тысяч ну максимально близко к ним на протяжении все карты у него это получилось он это сделал 40 и 6 получил 40 и 2 за кем юная эго по ракетам все хорошо единственное вот здесь нужно было все равно идти к верху потому что падаешь вниз чтобы скорость вертикально у тебя было лучше здесь все хорошо тоже все хорошо там ракету было просрал надо было стрелять раньше намного кидис ревенш ну чтобы это самое тебе надо это самое понимаешь как бы стараться лучше а так ну очень очень все быстро практически неотличимые демки кузы заклеила единственно заклеила некоторых местах просто были было контроля чуть больше и сам по себе он как бы ну больше не знаю в комбо что ли давайте я вам покажу свою так сказать чтоб не быть голословным тоже еще надо тут бить 37 и 7 я сделал на время когда было время когда было время нет закин в любом случае красавчик вот видишь вот смотри вертикальная скорость есть смотри сколько у меня скорости сразу после рамки типа и ну и целых и ну и или и и Такие дела в таймскеле, я думаю, смысла показывать нет. А коль смысла нет, я показывать и не буду. Вот у нас результаты. Скоро, я думаю, где-то либо с какой-то из сторон, в общем, где-то как-то, может, либо с рядом с ником перед таймом, да, будет. У нас переливается красивенько. Будет возможность у меня поставить вам импрессив, что демка классная. Ее стоит посмотреть, что приз за оригинальность и все такое. Зря не дотянул я, зря, но Закен хорош. Да, Закен хорош, но зря пусть не дотянул. Действительно, всего 400 мог бы лучше постараться. Единственное, вот эти 400, они на основном повороте около финиша и заложены. Кет сделал тем временем, кстати, 1-0-1. На один день, говорит, запоздал немножко. Ну, что карту дайте, говорит, варпак. Крекрут, лоу, тоже забыл, 1-0-8, что сделал первый день. Ладно, ну, видели, да, у меня в минуте очень много косяков, там 50-76, наверное, надо. Еще бы не упал, я могу в тройку попасть. Да, хухала, молодец. Евген Касава тоже, давайте, отправил. Какие дела. Ну, вот. Такие вот результаты. Еще раз, кто не видел, давайте я вас ознакомлю с результатами дуэльного турнира. Кто не видел, обязательно посмотрите хотя бы матчи, которые вам, хотя бы дуэли, которые лично вам интересны. Все это дело проходило на канале OpenCyberLiga. Большое им спасибо за то, что разрешили у них на платформе это все показать, все провести. И вот из-за того, что некоторые люди у нас не пришли откалиброванные, отквалифицированные, все случилось вот именно так. В общем-то, я прям не буду за каждого рассказывать, но самые потные, то, что мне запомнилось, это было Шарлон Шторм, по-моему. Тут и Торнер, прямо потненько было. Тут и Овчаркин было потно. Тут и Шторм, там, в принципе, все было понятно, к сожалению, да, однокалиточные все равно бывают, естественно, и вот финал, Энтер Овчаркин просто Я как вспомню, у меня прямо В общем-то, смотрите, ребят, обязательно посмотрите хотя бы финал. И, в общем-то, все, результаты будут сегодня. Результаты DDC тоже можете здесь все прочитать, кто сколько чего надонатил. Призы мы почти все раздали. Единственное, я псусь, пока еще Овчаркину не отправил приз, потому что у меня Сбербанк что-то тупит. Появятся вот такие медальки у вас за участие. У меня, кстати, нету. К сожалению. Вот, а так, да. В общем-то, все, ребят. Всем спасибо. Приходите обязательно на стримы. Всех с наступающим Новым Годом. Всем всего доброго. Много не пейте. Берегите свою печень. И всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова